Ужесточить наказание живодерам. С таким предложением обратился к депутатам Госдумы житель Кирова. Таким образом, активист решил бороться с участившимися случаями жестокого обращения с животными. Идею поддержали и кировские зоозащитники, а вот как к ней отнеслись в Госдуме, станет известно только в феврале. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. С 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте в Кирове вырастет на 2 рубля. Такое постановление уже опубликовано на сайте региональной службы по тарифам. Таким образом, проезд в автобусах и троллейбусах будет стоить 22 рубля. Решение повысить плату за проезд было принято региональной службой по тарифам после анализа предложений перевозчиков. Напомню, они просили поднять тариф до 30-35 рублей за поездку. Кстати, подорожают проезды в пригородных автобусах. С 2 рублей 97 копеек он вырастет до 3 рублей 51 копейки за пассажира километр. В правительстве области нашли деньги на пригородные перевозки. На компенсацию разницы между стоимостью перевозки и ценой билета выделено 86 миллионов рублей. Также регион начал рассчитываться по прошлогодним долгам. 20 миллионов за август-сентябрь железнодорожники уже получили. За четвертый квартал 27 миллионов правительство региона должно заплатить до 31 марта. За прошлый год в Кировской области было выявлено 327 несанкционированных свалок. 126 из них ликвидированы, сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды. Свалки были обнаружены по обращениям граждан, а также в ходе специальных рейдов. Районы администрации были проинформированы о тех местах, где незаконно хранится мусор. Сейчас работы по ликвидации свалок приостановлены, но весной они возобновятся, сообщили в министерстве.